В обл. избиркоме озвучили предварительные результаты голосования на выборах губернатора Самарской области. Как распределились голоса между кандидатами? Патриотический концерт, приуроченный ко дню города, прошел на площади Куйбышева, как и артисты и коллективы радовали зрителей. Детям рассказали о правилах безопасности рядом с энергообъектами. ПАУТЭПлюс организовал интерактивную площадку в Струковском саду на день города. Два миллиона рублей могут получить пассажиры такси, если их здоровью будет причинен вред во время поездки. Юристы прокомментировали новую норму законодательства. Сегодня в мире отмечают День красоты и самарцы рассказали, что они думают о современных канонах. Предварительные итоги трехдневного голосования на выборах губернатора подвели в избирательной комиссии региона. Явка составила 54,84%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Своё избирательное право реализовали 1 миллион 314 тысяч 708 человек. За Вячеслава Федорищева, партии «Единой России», проголосовали 1 миллион 45 тысяч 504 избирателя, что составило 79,56% голосов. За Алексея Лескина, партия КПРФ, проголосовали 91 тысяч 77 избирателей. Это почти 7% голосов. За Наталью Бесярину, ЛДПР, отдали голоса 78 тысяч 557 избирателей. Она набрала почти 6% голосов. За Михаила Моряхина, справедливая Россия, патриоты, за правду проголосовали чуть более 35 тысяч человек, что составляет около 2,5% голосов. Свыше 29 тысяч избирателей проголосовали за Владимира Плякина от партии «Новые люди». Он набрал более 2% голосов. За Степана Соловьёва, партия «Зелёная альтернатива», проголосовали 16 546 избирателей. У него чуть выше 1%. Официально мы будем говорить о результатах только после их опубликования. Для этого избирательной комиссии необходимо провести соответствующее заседание, на котором мы утвердим эти итоги, определим победителя и после этого опубликуем. Выходные в Самаре отметили День города. Празднование завершилось патриотическим концертом на площади Куйбышева. Со сцены к собравшимся обратился в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В концертную программу вошли номера самарских коллективов и приглашенных артистов, среди которых были Сергей Трофимов и группа «Ума Турман». Эмоциями зарядилась Полина Чулякова. Смех, улыбки и волна позитивной энергии. Патриотический концерт «С любовью к родному городу» прошел в столице региона в рамках празднования Дня города. Одними из первых на сцену вышли участники хора многодетных семей. На Дне города они выступают не впервые. Очень волнительно. Дети переживают. Кажется, что сейчас забыто слова. Кажется, что сейчас что-нибудь сделаешь не так. Ну а, в общем-то, такой позитив, заряд энергии нас поддерживают, наши мужья, наши семьи. Порадовать самарцев приехали и гости из ближайших республик, например, Башкортостана. Коллектив «Барабанщиц» уже четвертый раз поздравляют Самару с Днем города. Мы с большим удовольствием ждем приглашения каждый год и приезжаем в данный город. И с такими эмоциями это незабываемое впечатление для нас, для всего нашего коллектива поздравить самарцев с таким прекрасным днем. Зрителей порадовал сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров на сопках Маньчжурии. На сцену вышли более 350 музыкантов. Поздравить город приехали 12 коллективов из разных городов страны. Оркестр исполнил вальс на сопках Маньчжурии, который впервые прозвучал в 1907 году в Струковском саду. Со сцены к горожанам обратился в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В очередной год своего развития Самара показала, что она сильная, Самара красивая, Самара талантливая. И впереди у нас очень много больших свершений. Мы с уважением смотрим в прошлое, на победы наших великих родителей, на победы наших великих земляков. Мы с уважением смотрим в будущее, на наших молодежь, на наше молодое поколение. Город Самару с днем рождения. Вперед, вперед, вперед. Самара с праздником. Для собравшихся выступили заслуженный артист России Сергей Трофимов и группа «Ума Турман». Для зрителей они исполнили свои известные песни и поздравили самарцев с днем города. Отцветания и жизни людей, горожан Самары достойны великой истории этого города. Приятно всегда приезжать к вам в город, потому что он какой-то такой широкий, открытый, и люди здесь очень хорошие. Мы поздравляем от всей души город Самару и всех горожан. Желаем всем счастья и удачи, чтобы город процветал, развивался, рос. Тем более место удивительной красоты, вообще удивительной красоты природа. Моя, наша, родная река Волга. После концерта самарцев ждал дополнительный транспорт, чтобы все желающие смогли добраться до дома. Полина Чулякова, Константин Головин. События. Энергетики Т-Плюс организовали интерактивную площадку для детей в Струковском саду. Юным жителям Самары рассказали о правилах безопасности рядом с энергообъектами. О том, что узнали дети, расскажет Елизавета Прокопенкова. Почему нужно обходить парящие лужи и нельзя наступать на крышки люков? Почему нужно быть аккуратным рядом с местами ремонта теплотрасс и энергообъектами? На эти и другие вопросы нашли ответы дети вместе со своими родителями. В этом им помогли познавательные пазлы, игры и викторины. Во-первых, конечно, очень классно. Хорошая погода, хорошее настроение, хорошая организация. И все, что здесь придумано, интересно для всех. У меня маленькие девчонки, они прямо в восторге от того, что здесь придумали. Очень интересно. И самое главное, для всей семьи. Интерактивную площадку в Струковском саду на дне города организовал самарский филиал Т-Плюс. Это традиционное мероприятие, которое энергетики проводят в рамках проекта «Вместе ярче». Главная задача – рассказать детям о правилах безопасности и о том, как беречь природные ресурсы. Детство – это счастливая пора, когда дети узнают, что это новое, учатся новому, производят много открытий. И очень важно именно сейчас им рассказывать о правилах поведения, в том числе и вблизи энергообъектов, чтобы детство не было мрачено неприятностями. Каждому ребенку, который ответил на вопросы или собрал пазлы, подарили магнитные закладки. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Быть грамотным, быть успешным. Под таким названием прошел познавательный урок для первоклассников, приуроченный к Международному дню грамотности. Занятие прошло в библиотеке номер 11. Подробности в нашем сюжете. Ученик первого А-класса 170-й Самарской школы Влад Арташонов пришел на урок грамотности вместе с одноклассниками. Рассказывает, что уже умеет писать не только печатными, но и прописными буквами. Знает много интересных стихов и поговорок. Как хорошо уметь читать. Не надо грамотно заставать. Быть грамотным – это очень важно. Учиться первокласснику помогают родители и бабушка. У меня средний внук учится в 10-м, отличник. Красный аттестат. Идем на медаль. Надеюсь, что и это тоже. И класс очень сильный, очень умные детки. И это прям вот видно. Конечно, я уделяю все внимание ему. Учитель, отличник, который у меня. Она сказала, что 4 года надо просидеть рядом. У нас дома парта, и мы рядом. Поэтому надеюсь на успех. В библиотеке номер 11 для школьников провели интерактивную игру «Мой родной язык». Дети приняли участие в литературной викторине. По словам заведующей библиотекой Ирины Тихоновой, такие мероприятия прививают детям любовь к чтению. Если человек будет грамотно писать, читать ту литературу, которую действительно учит многому. Ведь, как говорят, читайте классику, чтобы писать правильно и без ошибок. Действительно, это давно признанный факт. Кто много читает, тот грамотно пишет. Но, я повторяюсь, грамотность – это не только это. Грамотность – это прежде всего наша культура. Культура чтения, культура разговорной речи. В рамках интерактивного урока дети также повторили пословицы и поговорки. Ответили на загадки и посмотрели фрагменты из мультфильмов. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Увидеть, как выглядели деревенские избы, какая утварь там находилась, можно в детской библиотеке номер 12. Там открылась новая постоянная экспозиция убранства русской избы. В ней представлены разные экспонаты от самовара в дальниных рубах. Их сотрудники библиотеки собирали около 10 лет. Елизавета Прокопенкова оценила обстановку. Юлия Ушмодина работает воспитателем в детском саду уже 13 лет. Всех своих воспитанников она приводила на разные мероприятия в библиотеку номер 12. В этот раз она пришла со своей группой дешкалят посмотреть новую постоянную экспозицию – убранство русской избы. Детям рассказали о традициях русского народа, его быте и приметах. Детям вообще интересно все самое необычное. И для них это вообще непонятно. То есть как утюг выглядит по-другому, как это готовили не на электрической плите, как это хранили там в погребе или где-то в кувшинах. Вообще эта тема такая очень трогательная. Как бы связь между прошлым и настоящим и будущим – это очень важная вещь. Экспозицию сотрудники библиотеки собирали около 10 лет. В избе представлены разные экспонаты – лапти, ложки, прялки и самовары. Все эти старинные предметы принесли неравнодушные читатели. Интересный экспонат. Неожиданный для нас. Знаете что? Полозья принесли. Я даже не ожидала, что могут донести. Полозья от настоящих саней. Сказали тоже, что это деревяшки 100 лет. Но все это мы бережем, конечно. Потом у нас относимся мы с уважением. Платьица у нас есть одно платье. Лен самотканный. Вышивка настоящая. Сотрудники библиотеки продолжают дополнять выставку новыми экспонатами. Они хотят дать детям возможность ближе познакомиться с родной культурой. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. Теперь водители такси обязаны иметь поле страхования гражданской ответственности перевозчика. Закон начал действовать с сентября этого года. Как это повлияет на водителей в сфере такси, узнала Елизавета Прокопенкова. Два миллиона рублей – это максимальная выплата, которую может получить пассажир за причиненный ему ущерб здоровью или имуществу, если такси попало в ДТП. По словам юристов, все, конечно, зависит от тяжести травмы. Например, за перелом носа – 100 тысяч рублей, а за повреждение позвоночника – 200. Такая страховка давно действует при перевозках любым общественным транспортом. А с 1 сентября текущего года распространяется и на такси. В случае, если перевозчик не выполнит свою обязанность по страхованию своей ответственности, он несет риск по аннулированию, либо приостановлению своей деятельности. И, что немаловажно, он может получить требования от пассажира на тех условиях, на которых должно было быть выплачено страховое возмещение, если бы оно было застраховано, если бы ответственность была застрахована. Это означает, что водитель, осуществляющий перевозки без страховки, обязан самостоятельно выплатить компенсацию пассажиру. У таксистов есть 60 дней для того, чтобы застраховать свою ответственность с момента вступления закона в силу. Стоимость такого полиса составит 3 тысячи рублей в год. Это может повлиять на самозанятых и тех водителей, которые арендуют машину. Им будет невыгодно таксовать, что приведет к повышению цен на услуги. В пике, во всех городах, в Самаре в том числе, именно за счет подработчиков спрос урегулируется именно на такси, который выходит на 2 часа, на 3. Для них это еще тяжелее станет однозначно. Чем меньше водителей, тем больше цена. Опять же, цена, в принципе, даже арендных машин, она, скорее всего, сейчас вырастет. Если новая страховка защищает пассажиров, то водителей нет. В случае аварии таксисты могут рассчитывать только на компенсацию по обязательному страхованию гражданской ответственности. Максимальная сумма – 500 тысяч рублей. За отсутствие полиса у водителей для таксопарков предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, ведут ли в их семье фотоальбомы. На самом деле мои родители вели, и для меня приятно сейчас иногда смотреть, опять же, их перелистывать, эти воспоминания. И я хочу, чтобы моя дочь те же самые эмоции испытывала потом, когда подрастет. Все-таки памятные моменты, они не вернутся никогда. Поэтому веду. Мы стараемся нестандартно, как раньше, распечатывать фотографии. У нас есть фотоальбомы по определенным событиям, например. Мы поехали на море. Обязательно приезжаем и делаем фотоальбом, готовый как фотокниги, на память, чтобы в какой-то момент взять и посмотреть, вспомнить, как это было, какие мы были, посмотреть на детей, как они изменились. На данный момент нет, пока еще. А так в планах, да, есть. Со мной же будет в любом случае интересно, когда она уже подрастет, показать ей, как она себя вела, хулиганила, не хулиганила. Маленькая была. Ей даже сейчас интересно, как она себя вела, когда ей был годик. А так, да. Думаю, в любом случае будет. Фотографии-то делаем, но почему-то их мало распечатываем. Но альбомы у нас остались. Есть, конечно, которые там с нашего детства. У нас есть такая традиция. Мы считаем, что фотоальбом посмотреть это лучше, чем где-то в компьютере или в телефоне. Мне кажется, дело в том, что на компьютере, например, на телефоне держать фото не совсем может быть удобно. Вдруг поломка и не сохранишь фото. А в альбоме всегда сохраняться на более долгий срок. Поэтому и держим в альбоме. Далее коротко о других темах дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции МАК-2024. Мероприятие проходило с июля по август в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов дикорастущих трав, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В ходе операции уничтожили 289 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Общей площадью более 13,5 тысяч квадратных метров. К ответственности за совершение преступлений и правонарушений привлечены 242 лица. Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограммов наркотических средств естественного происхождения. Обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Струковский сад вошел в список самых романтичных мест России. Подборку составил один из сервисов для путешествий. Также в ТОП вошли колесо обозрения «Одно небо» в Ростове-на-Дону, Академия Штиглица в Санкт-Петербурге, Амурский залив во Владивостоке, мост поцелуев в Краснодаре, Аллея любви в Нижнем Новгороде и парк Новодевичьей пруды в Москве. Военным и их семьям будут компенсировать расходы за использование личного автомобиля. Это распространяется на поездки в командировки и отпуск. Соответствующий документ разместили на сайте правительства Российской Федерации. Ранее денежную компенсацию служащие получали только за поездки на поезде или полеты на самолете. За компенсацией этих расходов также могут обратиться и военные пенсионеры. Сегодня во всем мире отмечают День красоты. В разные времена у разных народов существовали различные каноны красоты. Например, древние греки считали красивыми идеальные пропорции и симметрию. В эпоху Возрождения в моду вошли пышные формы, а сейчас в моде излишняя худоба. Наши корреспонденты узнали у самарцев, какие каноны им ближе. Когда я вижу красиво одетую молодежь, я радуюсь. У меня внуки есть. Я это приветствую, только чтобы не переборщить. Мне это нравится. Красиво одеты. Макияж должен быть в меру, не кричащий. Тогда все это всем будет нравиться, мне в том числе. Посмотрев на меня, можно понять скромность. Натуральность, естественность. Частота. Тоже очень важно. Все, наверное. Все по-разному. Сейчас разные стали вот эти вот какие-то эталоны, вот это все, разные виды. Ну, каждая делается так, как ему нравится, как по мне, и как-то выделяться, это уже на каждое усмотрение. Главное, ухоженность, чтобы был, получается, ухоженный вид. Даже не знаю, что вам ответить. У каждого своя красота. Идет человек или там что-то. Мне прям понравилась его одежда. Вроде похоже на красоту. Для меня красота-то, что мне подходит, то, что мне нравится, и все. Естественность. Очень природа надарила человека. Можно чуть-чуть поюкрасить, но не современными средствами, которые, ботокс, и вот это вот все, это неестественно, это некрасиво. У меня нет идеалов в красоте. Одежда не красит человек. Человек красит одежду. Доброта. Самое главное – это доброта в человеке, человеколюбие. Хоккейные команды Самарской области провели первые игры в новом сезоне. Тольяттинская «Лада» сражается в КХЛ. Ее молодежный состав играет в МХЛ со сверстниками. А самарские ЦСКА ВВС вступили в борьбу с ВХЛ. Чемпионат стартовал и у волейболистов. А вот баскетболисты пока только готовятся к первым официальным играм в новом сезоне. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лада» начали новый сезон КХЛ с двух домашних поражений. Правда, и расписание удачным сложно назвать. В стартовой игре пришлось играть против финалистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина – Ярославского локомотива. В первом периоде команды действовали больше осторожно и по-настоящему опасных моментов не создали. А вот после перерыва гости смогли сразу трижды поразить ворота тольяттинцев. В течение 11 минут ярославцы забили в меньшинстве, в равных составах и в большинстве. Исправить ситуацию в третьем периоде у игроков «Лады» не получилось. Поражение 0-3. Во второй игре тольяттинцы принимали еще одного фаворита турнира «Питерский СКА». В первых двух периодах гости по разу забили. За полторы минуты до конца матча тольяттинцы отыграли одну шайбу, но затем пропустили еще одну в пустые ворота. 1-3. Поражение «Лады». А вот молодежка тольяттинцев, клуб «Ладья», наоборот, стартовали в МХЛ с трех выездных побед подряд. Сначала волжане провели две встречи в Нижнекамске против «Реактора». Они проходили по одному сценарию. Хозяева открывали счет, но еще до конца первого периода тольяттинцы выходили вперед. А затем доводили дело до разгрома. Две уверенные победы – 5-1 и 7-1. А вот в Альметьевске против «Спутника» пришлось понервничать. Во многом «Ладье» помог быстрый гол уже на 45-й секунде матча. Затем соперники обменялись шайбами, и уже при счете 2-1 в свою пользу волжане защитили этот перевес до конца матча. Две игры в новом сезоне в ВХЛ успели провести и хоккеисты ЦСКА ВВС. Самарцы сначала на выезде в Альметьевске переиграли «Нефтяник». В середине второго периода гости завладели преимуществом в две шайбы, но уже к началу третьего игрового отрезка «Нефтяники» сравняли счет. Летчики этот удар сдержали и смогли переломить ход встречи. Победа 4-2. А вот в игре против «Челнов» удачи немного не хватило. Команды попеременно владели преимуществом, что сказалось и на счете. Когда хозяева выходили вперед, самарцы сравнивали. Но все же последнее слово осталось за игроками «Челнов». 3-4 поражение ЦСКА ВВС. Первые игры Суперлиги состоялись и у мужчин-волейболистов. Новокуйбышевская «Нова» в стартовом туре на выезде встречалась с командой «Динамо Урал» из Уфы. На протяжении всей игры хозяева площадки были на шаг впереди «Волжан». Игроки «Новой» хоть и старались далеко в счете соперника не отпускать, но забрать инициативу в матче не получалось. Несколько ошибок гостей в решающих розыгрышах, преимущество уфимцев на подаче и блестящая игра диагонального хозяев Романа Потолюка стали ключевыми факторами в этой встрече. 23-25, 19-25, 23-25 и 0-3 по партиям. «Нова» начинает чемпионат с поражения. Баскетболисты «Самары» стали победителями Кубка памяти Родионова, розыгрыш которого завершился в Саратове. В решающем матче «Самарцы» в овертайме переиграли местный «Автодор» 70-63. Самыми результативными игроками в составе «Самары» стали Брэндон Адамс, Илья Попов и Александр Гудумак. При этом в полуфинале «Самарцы» также играли дополнительное время, где одолели Пермскую Парму. Это уже вторая победа «Самары» в межсезонье. Неделю назад «Самарцы» стали победителями Кубка памяти Хайреддинова в Нижнем Новгороде. Там в финале волжане также переиграли хозяев Пари-Нижний Новгород, но уже более уверенно – 90-70. В ближайшие выходные клуб «Самара» сам будет принимать гостей предсезонного турнира. 13-14 сентября пройдет традиционный Кубок Приматова. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской информирует горожан о кратковременных отключениях холодной воды. 10 сентября с 9.30 до 13.00 на пониженном давлении будут дома по адресам улица Старозагора 64, 66, 68, 70. С 10 утра до 18 часов холодной воды не будет по адресам улица Клиническая 154А, улица Морфлотская с 69 по 104 дома, улица Глинобитная с 40 по 47, переулок Сивашский с 1 по 18, второй переулок 35, 47. Бойлер будет установлен на Морфлотской 77. 12 сентября с 10 утра до 18 часов холодной воды не будет по адресам улица Кабельная, 1, 2, 2А, 3, 4А. Бойлер установят на улице Кабельной. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список может быть скорректирован, уточняют в телеграм-канале. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли публикует информацию о вакансиях на предприятиях Самары и Самарской области. Более подробно с ними можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы занятости Самарской области в разделе «Работа России». Администрация промышленного района в своем телеграм-канале публикует фамилии и краткую справку о номинантах муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в 2024 году. Голосование на муниципальном этапе стартует 15 сентября и продлится до 30 сентября. Администрация района приглашает жителей принять участие в голосовании. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Продолжайте следить за новостями.